Как не любить такое растение, слушайте! Своими руками Эскендернуфтулаев построил две большие теплицы. В них растут ароматные деревья цитрусовых, всего 120 штук. И хотя по специальности Эскендернуфтулаев механик, в душе садовод. Выращиванием лимонов увлекся еще в Узбекистане, куда его семья была выслана в мае 1944 года. Однако там этим заниматься возможности не было. С переездом в Крым он приобрел дом с приусадебным участком. Тут на родине сбылась давняя мечта. Все приходили, говорили, это северная сторона, здесь не растет лимон. Я говорю, ничего, будет расти. Я не знал, как с ним обращаться. Закопал вот так вот лунку, полил его. Смотрю, на второй день все они завяли. Я думаю, наверное, пропадет. Стал поливать его, поливать, они ожились. Я говорю, а, они любят воду. И вот оттуда и начал все делать. И у меня всегда получался. Зимой температуры в Крымской степи опускаются до 30 градусов мороза. Но лимонный сад цветет, несмотря ни на что. Одно дерево может давать около 500 плодов, каждый из которых весит около 100 граммов. Садовод рассказывает, что не взвешивал урожай лимонов за год. Но в среднем это четверть тонны, не меньше. Вот прямо усыпенность. Что же еще надо от него ждать? Тяжело выращивать лимоны? Нет. Лимоны даже в 100 раз легче, чем помидоры выращивать. А только здесь трудность отопления. Интересовался всеми, как он растет, откуда появляется, как семечки выращиваются, как окулируются, как саженцы формируются. Это все я руками делал. Всю работу мастер выполняет самостоятельно и утверждает, что своим лимонарием будет заниматься до тех пор, пока хватит сил. А сил у дедушки, судя по всему, немало. За последние 30 лет он ни разу не болел простудой. И все благодаря им, лимонам. Сярия Абляева, Рустам Файзулин. Утро нового дня.